Здравствуйте! В эфире МТРК Новости. О событиях этого дня вам расскажут наши корреспонденты и я, Ксения Куценко. Смотрите сегодня. В приоритете социальная сфера. На последней в этом году сессии городского маслехата народные избранники одобрили бюджет на ближайшую трехлетку. Новый год без ЧП. Как весело встретить праздник и не оказаться на больничной койке, рассказали спасатели региона. Свыше 500 медалей разного достоинства. Итоги работы в 2015 году подвели североказахстанские спортсмены. Теперь обо всем подробнее. 41-я сессия городского маслехата 5-го созыва состоялась в Петропавловске. На повестке дня у народных избранников было 14 вопросов, в числе которых утверждение бюджета на ближайшие три года, программа развития областного центра, а также включение в состав Петропавловска пяти населенных пунктов. На последней в этом году встрече депутатов побывала и наша съемочная группа. Важный вопрос повестки дня – бюджет на ближайшие три года. 29 миллиардов 94 миллиона – это собственные доходы городской казны. Почти треть из них предусмотрены на 2016-й. Рост доходов запланирован на 103,5%, а это более 360 миллионов тенге. Сбор налогов планируется увеличить на 467 миллионов тенге и обеспечить 10 миллиардов 429,6 миллионов тенге доходов бюджета. Немалоговые поступления рассчитаны на сумму 78 миллионов тенге. Поступления от продажи основного капитала уменьшены до 163 миллионов тенге. Доходов больше и расходов, напротив, меньше – почти на миллиард. К слову, цифры бюджета скорректировали в связи с изменившейся экономической ситуацией. Расходная часть бюджета города сокращена на 8% и распределена следующим образом. На образование планируется направить 4 миллиарда 684,3 миллиона тенге или 44% бюджета. ЖКХ – 1,057,4 миллиона тенге или 10%. Социальная защита населения – 557,7 миллиона тенге или 5,2%. Прочие расходы составляют 849,5 миллиона тенге, что составляет 8% расхода бюджета. Кстати, даже с расчетом экономии полностью сохранены все размеры социальных выплат, а самая большая часть средств – 43% – будет направлена на заработную плату. Будем жить реально плодопотно, но оставили за собой правила, согласно бюджетному закону, уточняться. Какие резервы мы будем мониторить. Поэтому за последние дни динамика не плодает поступление в бюджетные средства. Позавчера за день поступило 493 миллиона тенге. Вчера за день поступило по городскому бюджету 213 миллиона тенге. Хотел бы вас заверить, что при всех трудностях, которые сегодня есть, областной бюджет будет исполнен на 100%. Одобрили депутаты и вопросы о присвоении статусов микрорайонов Петропавловска, Новопавловке, Куйбышевскому и Тепловскому лесхозам, а также двум разъездам в рабочем поселке. Остальные темы повестки дня, всего их 14, подробно рассмотрели на заседании постоянных комиссий. По всем принято положительное решение. Ксения Куценко, Михаил Казначеев, Новости МТРК. Сделано в Северном Казахстане. На 20% в этом году выросла зарплата у сотрудников завода Молсервис. Это стало возможным благодаря успешному развитию предприятия. В 2015-м они произвели продукции более чем на 700 миллионов тенге. На перспективном предприятии побывала Гульнара Кали. Ежедневно предприятие Молсервис перерабатывает до 5 тонн молока. Выпускают здесь более 10 наименований продукции – молоко, кефир, ряженка, сливочное масло. На производство масла предприятие получило в этом году 10 миллионов тенге субсидий. Это стало ощутимой государственной поддержкой, говорит директор Молсервиса. В целом этот год был неплохим, рассказывает Сергей Чапурко. Произвели продукции на 731 миллион тенге. Это позволило повысить зарплату сотрудникам на 20%. В среднем здесь получают 115 тысяч тенге. Сергей Зверев – один из квалифицированных специалистов. На заводе работает уже более 10 лет. По работе нравится, все хорошо. Условия работы хорошие, премии выдают. Пришел сюда аппаратчиком на пастеризационные установки. Со временем по всему цеху все оборудование изучил. Сейчас, в данный момент, работаю вот на этой машине пастовочной. Большое внимание на предприятии уделяют качеству. Лаборанты ведут постоянный контроль от приемки молока до выпуска готовой продукции. Когда машина приходит с молоком, я проверяю молоко на плотность, чтобы не было воды, на термоустойчивость, на кислотность. Дальше я проверяю молоко по технологическому процессу в цехе и готовую продукцию. Наше молоко, оно стерилизованное, оно хранится 10 дней. А вяженка, кефир, кисломолочная продукция, она хранится 7 суток. На молсервисе ежегодно ведут модернизацию производства. Закупают новое оборудование, которое позволяет увеличивать объемы и качество продукции. В 2015-м приобрели вот эти две емкости для производства кисломолочной продукции. Их вместимость – 2 тонны. В целом заводчане год завершают с неплохими показателями, отмечает директор предприятия. Мы получили прибыль, которую запланировали, переработали продукции более 5,5 тысяч тонн. В этом году рентабельность увеличилась за счет того, что несколько снизилась цена на сырье, а затем снизилась цена на топливо, в частности мазут. Где-то порядка на 40% мазут дешевле, чем на эту дату прошлого года. Продукцию предприятия молсервис можно встретить в торговых точках Акмолинска, Кустанайска, Карагандинска и, конечно же, североказахстанской областей. В планах выйти на столичный рынок. Гунара Кали, Дмитрий Желтышев, Новости МТРК. После короткой рекламы еще много интересных и важных новостей. Не пропустите, нам есть о чем вам рассказать. Каждый день мы вынуждены приостанавливать свою работу, какой бы она интересной или важной ни была, чтобы отдохнуть и восстановить силы. Но проекты особой важности нельзя остановить. Казградстрой. Особая работа, особый подход. Центр семейной медицины «Панацея». В нашем медицинском центре не просто консультируют и лечат, а учат не болеть и выздоравливать. Безопасность, комфорт, индивидуальный подход каждому пациенту. Услуги семейного доктора, педиатра, терапевта, кардиолога, травматолога-ортопеда, мамолога, гинеколога, УЗИ и лабораторная диагностика. Наш адрес – улица Жумабаева, 109, 7 этаж. Телефон 501-505. Вы смотрите новости, мы продолжаем. Краж меньше на 6%, убийств на 8%, вымогательств почти на 50%. Однако общее количество уголовных правонарушений в этом году зарегистрировано больше, чем в прошлом, на 18,5%. Итоги работы подвели специалисты правовой статистики региона. Подробности в следующем материале. Одна из обязанностей специалистов правовой статистики – следить за уровнем преступности в регионе. Вот на этой карте на сайте комитета ведомства показаны все места, где североказахстанцы приступили закон за этот год. Подробно можно рассмотреть каждую улицу и дом. Ображаются они в виде значков. Красные, то есть в этом районе уже большое количество преступлений зарегистрировано. Зеленые, поменьше, желтые среднее количество преступлений. Далее увеличиваем еще больше масштаб. Преступления уже раскидываются по конкретным домам. То есть, например, улица Карла Лидных, дом 63-й, совершено 6 преступлений. Посмотреть можно и что за преступления было совершено. За 11 месяцев этого года их было зарегистрировано свыше 10 200. Это на 18,5% больше, чем в прошлом году. Наблюдается снижение уровня особо тяжких преступлений на 6%, средней тяжести на 11%. Наблюдается снижение таких категорий преступлений, как убийств, вымогательств, грабежей и изнасилований. Также за 11 месяцев текущего года наблюдается снижение преступлений совершенных в общественном месте на 9%. Но в то же время наблюдается увеличение преступлений, совершенных в алкогольном и наркотическом опьянении. Как и прежде, больше половины правонарушений – это кражи. Только в Петропавловске их было совершено свыше 3000. Неприятное лидерство и у козлужарцев, жумабаевцев и тайньшинцев. В целом, криминогенная ситуация в области стабильная, говорят специалисты. Среди регионов Казахстана наша область не поднимается выше 10-го места по количеству преступлений. Еще один вектор работы правовых статистиков – контроль за соблюдением прав и законных интересов казахстанцев под наблюдением деятельность госучреждений. В управлении возбуждено 8 административных правонарушений, из которых 7 рассмотрены судом с привлечением 7 лиц к административной ответственности. По актам, внесенным прокурорского реагирования и информационным письмам субъектами наказано более 500 лиц к ответственности привлечено. Всего за 11 месяцев провели более 300 проверок. Свыше 1400 сферок – более 350 мониторингов. Ксения Куценко, Михаил Газначеев. Новости МТРК. Полицейские области обсудили главный стратегический документ страны. Сегодня каждый сотрудник органов внутренних дел должен в полной мере осознавать всю ответственность, которую возложил на них президент в своем послании. Прежде всего, это обеспечение общественной безопасности. Такая работа по разъяснению данного документа проводится во всех районных подразделениях полиции. Главное – донести до каждого сотрудника основные цели и задачи, поставленные главой государства. К другим темам. Нелицензионная пиротехника, морозы, метели, гололед. Чтобы не допустить несчастных случаев в праздничные дни, североказахстанские спасатели переходят на усиленный режим несения службы. Наша съемочная группа побывала на брифинге в департаменте по чрезвычайным ситуациям. Денис Севков узнал о самых страшных трагедиях, которые происходили в нашей области. До Нового года осталось чуть больше недели. Североказахстанцы уже скупают с прилавков магазинов пиротехнику. Фейерверки, салюты, бенгальские свечи. Однако не все задумываются о правилах пожарной безопасности. Как показывает статистика, именно в новогодние праздники увеличивается число возгораний и травм. 1 января 2015 года зарегистрировал один пожар именно от пиротехники, от использования пиротехнических изделий. На балконе 6 этажа, 9 этажки, Жуково 23, там буквально в 00.25 произошел пожар, то есть когда масса выходит, люди стреляют и, видимо, залетело на балкон. За год в огне погибли 15 человек. В регионе произошло без малого 700 пожаров. Ущерб превысил 100 миллионов тенге. Однако, как говорят спасатели, по сравнению с прошлым годом, этот показатель снизился на 3%. В зимнее время года у спасателей немало работы и на дорогах. С началом зимнего периода, уже в 2015-2016 годах, у нас произошло уже 7 случаев снежных заносов, более 30 случаев остановки транспорта при Гавалёде. Сравнить прошлый год, то в 2014-2015 годах у нас снежных заносов было 182 случая и было освобождено более 2600 человек, оказана помощь более 960 единиц техники. В новогодние праздники необходимо быть внимательными и на водоёмах. В начале ноября вблизи села Петровка Есильского района в озере утонул рыбак. Пожилой мужчина провалился под лёд и не смог выбраться. Спасатели напоминают, зимой особенно внимательно нужно следить за детьми. В этом году трагедии не было, но вот на памяти спасателей есть несчастный случай. Он произошёл в 2001 году. Пять детей одновременно в Жамбульском районе тоже так же вышли на лёд. Проводили свои какие-то игры в хоккей, на коньках, и все пятеро провалились и погибли, утонули. Всего с начала года в воде погибли 30 человек. Чтобы уберечься, спасатели рекомендуют хорошо проверять толщину льда. Для одного человека достаточно 7 сантиметров, для нескольких хватит 15. А вот если на зимний водоём выезжает автомобиль, лёд должен быть ещё крепче в два раза. В преддверии главного праздника года сотрудники ДЧС будут работать в усиленном режиме. Денис Стивков, Михаил Казначеев, новости МТРК. Изменения в условиях единого национального тестирования, дополнительные возможности для получения технического и профессионального образования. Педагоги области обсудили перспективы развития сферы. Наша съёмочная группа побывала на заседании коллегии профильного ведомства. В сфере образования Северного Казахстана работают более 13 тысяч учителей. Сегодня директора учебных заведений участвуют в ежегодной коллегии, подводят итоги работы, ставят новые задачи. Корректируют планы уже с учётом нового послания президента. С его обсуждения педагоги и начинают совещание. С 2017 года будет дан старт новому проекту. Бесплатное профессиональное техническое образование для всех. Освоив рабочую квалификацию, человеку уже будет правильный выбор поставлен о продлении или обучения, или же работы. Что важно для экономики, потому что люди будут правильно ориентированы. Детально рассматривают педагоги и обновлённый закон об образовании. Изменений много. Исполнение каждого пункта поднимет систему на новую ступень развития, считает кульпаж Колгужина. Будут разработаны критерии оценки качества знаний учащихся. Будет введена единая школьная форма. Также будут разработаны правила этикета педагогического работника. В соответствии с пунктами, внесёнными в закон об образовании, будут разработаны подзаконные акты. Это различные типовые правила, это инструкции, которым будут руководствоваться учреждения образования в своей деятельности. Своё мнение о законном проекте высказали и педагоги. Говорят, изменения, которые коснутся, к примеру, единого национального тестирования, своевременные и необходимы. Я считаю очень справедливым, что в формате ЕНТ произошли некоторые изменения в плане освобождения от ЕНТ. Если раньше освобождали просто участников международных республиканских конкурсов на основании сертификата и выдавали сертификат на 100 баллов, то теперь освобождать будут только победители первые, вторые, третьи места. И на основании итоговых оценок перевода их в больную систему. Говорили на коллегии образования об освоении бюджета. 2016 год будет непростым, говорят педагоги, поэтому нужно экономить. Каждый тенге должен быть освоен по назначению. Здесь же подвели итоги работы за пять лет. Только в этом учебном году в Северном Казахстане открылись три школы, в том числе Назарбаев интеллектуальная. А благодаря вводу в эксплуатацию новых детских садов очередь сократилась больше, чем на тысячу. Ирина Панфилова, Тимур Ахматуллин, Новости МТРК. В Петропавловске впервые провели конкурс «Лучший путеводитель по Североказахстанской области». По его итогам отобрали пять проектов развития туристической сферы в нашем регионе. О том, как североказахстанцы планируют сделать нашу область интересной для путешественников, узнавала Гульнара Кали. Конкурс проектов «Лучший путеводитель по Североказахстанской области» объявили в конце октября. Его организовала кафедра Ассамблеи народа Казахстана СКГУ. Проводился он по десяти номинациям – купеческие усадьбы, экологические объекты туризма, историко-культурные достопримечательности и другие. Мы разрабатывали этот конкурс с целью развития патриотизма, любви к малой родине, а также с целью развития внутреннего туризма, что сейчас достаточно актуально. Я думаю, что эти проекты будут интересны не только людям нашего города и нашей области, они также могут заинтересовать и представителей турагентств, также гостиничного бизнеса, ресторанного, то есть всех сфер, которые связаны с обслуживанием туристов. Возрастных ограничений для участников не было, поэтому работы представили школьники, студенты, сотрудники предприятий. Всего было заявлено 12 проектов, но отобрали пятерку лучших. Получили одобрение и студентки четвертого курса. Их проект представлен в номинации «Гостеприимный Петропавловск». Суть проекта заключается в том, что в нем освещены основные аспекты города, то есть это различные развлечения, достопримечательности, культура города, парки, также рестораны, гостиницы, транспорт. И так, другая полезная информация, которая может пригодиться туристу при путешествии в городе. Всех конкурсантов отметили дипломами, сертификатами и благодарственными письмами. Кстати, в апреле следующего года организаторы намерены провести конкурс на лучшего гида. Гульнара Кали, Арман Джамангузов, Новости МТРК. Требуй чек, выиграй приз. С 1 апреля по 30 ноября такую акцию по всей стране проводил комитет госдоходов Министерства финансов Казахстана. Сегодня был третий, заключительный этап. В режиме онлайн разыграли главный приз – автомобиль «Шевроле». Кому улыбнулась удача, расскажет Алена Подласова. В Петропавловск на розыгрыш главного приза Наталья Лазарева приехала из села Пресновки Жамбылского района. Она – директор филиала Палаты предпринимателей. Несколько месяцев собирала чеки. В итоге 60 штук обменяла на купоны и стала победителем районного этапа республиканской акции. Акция такая проходит уже второй раз. Мы в прошлом году проводили, в этом году. Я лично участвую в той акции, в этой. Но в этой акции мне повезло, потому что я победила во втором туре. Акция, которая проводилась в июле месяце, это была неожиданность, подарок мне ко дню рождения. Акцию проводят, чтобы повысить налоговую грамотность населения и конкуренцию между предпринимателями. Кстати, в ней участвуют только районы. Из числа победителей первого этапа от нашего региона выбрали 8 человек. Они стали претендентами на главный приз. Хотелось бы сказать большое спасибо гражданам нашей Северко-Астанской области, которые приняли активное участие в этом розыгрыше, проявили свою гражданскую солидарность. В режиме видеоконференции сначала разыграли утешительные призы. Это 100, 200 и 300 тысяч тенге. Их получили жители Костанайской, Атараусской и Алматинской областей. А победителем и счастливым обладателем автомобиля стал Алибек Мусин из Восточно-Казахстанской области. Жители нашего региона надеются, что в следующем году им повезет больше. Алена Подласова, Тимур Рахматуллин. Новости МТРК. И о спорте. Североказахстанцы стали больше заниматься спортом. Здоровый образ жизни в нашем регионе ведут больше 160 тысяч человек. Специалисты профильного управления подвели итоги уходящего года. Как поработали спортсмены и тренеры Северного Казахстана в 2015-м, расскажет Кристина Горбаченко. Коллегия проходила в новом дворце спорта. На встречи подводят итоги года. Говорят об открывшихся объектах, соревнованиях и достижениях. Обсуждают проблемы и планы. Для уменьшения потребностей в спортивных площадях в 2016-м году планируется завершение строительства двух фоков в селе Новонекорское Казахстанского района и в селе Жаножоле района Шалакына, которое начато в 2015-м году за счет привлеченных средств. Кроме того, разработан проект строительства физкультуры и здравительного комплекса в селе Кишкинекоро Казахстанского района и проекта документации на строительство находится на экспертизе. В регионе развиваются 67 видов спорта. В этом году число североказахстанцев, занимающихся в различных секциях, увеличилось на 10 тысяч человек. 339 наших земляков входят в состав сборных страны. Они участвовали в 16 чемпионатах мира, 15 азиатских состязаниях и почти в двух сотнях международных и республиканских турниров. В республиканских международных соревнованиях с североказанцами завоевано 530 медалей, из которых 194 по олимпийским видам спорта, а 336 по неолимпийским видам спорта. В текущем году тренеры области подготовили три мастера спорта международного класса. Преподаватель СКГУ Александр Наумов в спорте 45 лет. Воспитывает мастеров зимнего и летнего многоборья. За свои заслуги получил министерский знак за вклад в развитие физической культуры и спорта. В своей работе 24-кратный чемпион Казахстана руководствуется личным примером. За эти годы, именно последние 15 лет, подготовил 12 мастеров спорта по президентскому многоборью, по зимнему и летнему. Сам сейчас являюсь действующим тренером, выступаю за команду ветеранов. Два года подряд, 14-й год и 15-й год, выигрывали чемпионат Казахстана вместе со своим учеником Крайсом Андреем. Тренеру по плаванию Дмитрию Гапоченко вручили благодарственное письмо Акима области. Здесь же объявили победителей в номинации «Лучшая детско-юношеская спортивная школа». Первое место у США Олимпийского резерва «Женес». А лучшим тренером года стал Эрик Алибаев. Он воспитывает тяжелоатлетов. Подготовил чемпиона Азии, это Айдар Казов. Это не моя заслуга, это общая заслуга. Айдар, он на Таиланде первым стал, и в Китае на гран-при занял третье место. На сегодняшний день мы с ним готовимся на Олимпиаду. Нас отобрала из Казахстана, у нас очень сильная команда. Лучшим спортсменом уходящего года признан боксер Жанаджа Киянов. Осенью он стал временным обладателем пояса по версии WBA. Кристина Горбаченко, Михаил Казначеев. Новости МТРК. Это все, о чем я и мои коллеги хотели вам рассказать. Смотрите МТРК, будьте в курсе событий. До встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон» О погоде на четверг, 24 декабря. Пасмурно, возможен небольшой снег. Ветер юго-западный, скорость 4-5 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 2-3 градуса, днем до нуля. Субтитры подогнал «Симон»